Не всем и не всегда нужны какие-то супер-пупер навороченные компьютеризированные машины. Сегодня у меня обзор базовой модели от Бернина. Эту швейную машину для обзора предоставил интернет-магазин СьюКлаб. На сайте интернет-магазина вы найдете все разнообразие швейной техники, а также аксессуаров. Есть там и гладильное оборудование. По промокоду советник20 вы можете совершить в этом магазине более выгодную покупку. Ссылку на сайт и промокод я размещу в описании к этому видео. С вами Ольга, вы на канале Швейный Советник. И сейчас мы эту красотку рассмотрим с особенным пристрастием. В принципе, если хоть на каких-то швейных машинах вы работали, здесь интуитивно все понятно. Это у нас длина стежка, рычаг выбора строчек, позиционирование иглы здесь есть. Вот этим винтом регулируется прижим лапки. Здесь есть шкала, а это очень удобно. На сайте производителя есть информация, что станина у этой машины цельнометаллическая. Инструкция весьма лаконичная. Здесь очень мало текста, в основном одни картинки. Для тех, кто более-менее с машинами работал, без проблем разберется с этой моделью. Но кто совсем не шил, здесь могут возникнуть сложности, потому что картинки, конечно же, можно трактовать по-разному. В этом случае можно скачать дополнительную онлайн инструкцию или видео инструкцию именно на сайте. Адрес сайта указан с оборотной стороны инструкции. Либо на страничку нужной вам модели можно попасть через сканирование QR-кода. В коробке вместе со швейной машиной находились свидетельство о продаже техники, инструкция, пакет с аксессуарами и педаль. Педаль и сетевой шнур обычные. В процессе эксплуатации проверим, насколько мягко эта педаль работает. Нам важен плавный старт и плавный набор скорости, чтобы она не прыгала с мест в карьер на скорость 1000 стежков в минуту. По комплектации аксессуарами здесь все довольно-таки стандартно. Радует хороший базовый ассортимент лапок. Лапка для выметывания петель. С ее помощью можно делать также петлю на каркасе. Лапка для краеобмёточных строчек. Лапка для пришивания потайной молнии. Вот этот вариант, кстати, очень удобный. Лапка для потайной строчки. Ее же можно использовать для отстрочки. Однорожковая лапка. И базовая универсальная лапка. Как видите, она с кнопочкой. То есть с помощью этой лапки будет удобно переходить через толщину. Вот это у меня стандартная лапка для пришивания потайной молнии от другой швейной машины. Если мы посмотрим на вот этот разграничитель, очень четко видно разницу. Вот этой лапкой, кстати, я несколько раз воспользовалась. И мне работать с ней не понравилось. Вот этот ограничитель плохо разворачивает молнию. И она притачивается с дефектами. Здесь ситуация совсем другая. Это будет работать хорошо. Что касается взаимозаменяемости лапок. Я думаю, проблем здесь не будет. Вот эта лапка от Бернеты. Вот этой лапкой я работала на джуке. По ширине они абсолютно одинаковы. Лечит только в форме отверстие для иглы и вот этого носика. На этой машине не будут работать лапки с кнопкой, расположенной с левой стороны. Потому что просто на адаптере нет паза под такое расположение штифта. Лапка встанет, но работать кнопка не будет. Там адаптер под вот такое расположение кнопки. А по ширине эти лапки абсолютно одинаковы. Приятно, что здесь в комплектации есть вот такая компенсаторная пластина для прохождения утолщений и трудных мест. Посмотрите, она состоит из трех деталей. То есть мы можем регулировать высоту трамплина. Толщина каждой пластины составляет 2 мм. Суммарно мы можем преодолеть толщину 6-7 мм. Для хранения всей этой мелочевки у машины есть удобный ящик. Он, как видите, разбит на отсеки. Но конкретно под каждую лапку отделения здесь нет. Когда я увидела на машине вот эту металлическую платформу, я сначала обрадовалась, подумала, ой, наконец-то хоть кто-то из производителей создал возможность, чтобы сюда можно было ставить магнит. Но, к сожалению, рано радовалась, потому что на игольной пластине магнит крепится, а эта пластинка не магнитится. То есть пользоваться магнитным ограничителем мы здесь не сможем, так же, как и на других бытовых машинах. Челнок, как видите, горизонтальный. Четко стрелками прорисован ход нити при заправке. Ширина зубчатой рейки составляет 16 мм. На джуки у меня такая же. Машина приехала с лоскутом, на котором выполнены тестовые строчки. Что на себя обращает внимание? На зигзагах строчка стянута. Это видно по изнанке. Верхняя нить красная. Видите, насколько она вытянута. И ткань между крайними точками вколов слегка присобрана в валик. Джуки F600 у меня тоже с горизонтальным челноком. И вот этим винтом я пользуюсь для того, чтобы регулировать натяжение нити снизу. Ну, у этой машины винт залит краской. Я не уверена, что с ним можно будет что-то сделать. Плюс сам по себе шпульный колпачок укреплен вот этой деталью. И для того, чтобы его заменить, нужно будет откручивать и вот эти два винта. Значит, будем работать с теми настройками, которые есть. Рабочее расстояние на платформе у этой машины составляет 16 см. Есть у этой машины и рукавная платформа. Мы снимаем ящик с аксессуарами. И удобно работать с рукавами и штанинами. Удобные рукояти управления. Здесь мы регулируем длину стежка. А это у нас рычаг выбора строчки. Вот здесь регулируется ширина зигзага. Регулировка плавная. Мы можем установить не только целое значение, но и промежуточное. Среди швейных машин такого класса ширина зигзага в 6 мм встречается достаточно редко. Давайте сразу этот факт и проверим. Соединю крайние точки вкола иглы. Да, действительно, расстояние между этими линиями составляет 6 мм. Это трехточечный зигзаг. То есть от крайней до крайней точки игла делает 3 вкола. На обычном зигзаге ширина строчки получается на какие-то доли миллиметра меньше, чем 6. Но это связано с тем, что конкретно вот этот образец у меня под зигзагом немного стянулся. Ручки покрыты прорезиненным пластиком, то есть рука не проскальзывает. И пользоваться этими рычагами удобно. Что касается ассортимента строчек, на мой взгляд, в этой машине есть все, что необходимо для работы и даже немножечко больше. Прямая строчка, усиленная прямая строчка, несколько видов зигзага. Пилообразная строчка, это эластичная строчка для работы с трикотажем. Есть несколько видов краеобмёточных строчек. Выполнение петли на этой модели автоматическое. Есть также регулятор балансировки петли. Намотка шпульки здесь стандартная, никаких проблем не вызовет. Есть дополнительный штифт для установки второй катушки. Но, кстати, в комплекте аксессуаров нет двойной иглы. То есть надо посмотреть инструкцию и протестировать, сможет ли эта машина работать с двойной иглой. Машину я заправила. Это все интуитивно понятно. По инструкции у вас затруднений никаких не возникнет. Освещение рабочей зоны здесь весьма приличное. Стоят два светодиода. Один под рукавом машины, другой в районе иглы. Сразу скажу, что мне не понравилось при заправке нити. На маховом колесе нет отметки, которая соответствует верхнему положению иглы. Поэтому в первый раз пользуйтесь нити-вдевателем очень осторожно. А на будущее я рекомендую вам на маховом колесе себе самостоятельно отметочку такую сделать. Нити-вдеватель здесь механический. Мы сначала вот так нажимаем на рычаг, он разворачивается, и крючочек попадает в ушко иглы. Потом обводим нитку, укладываем ее туда, куда нужно, и нити-вдеватель поднимаем. И вот у нас петелечка, нитка где-то. Сами понимаете, что если игла будет находиться не на той высоте, то просто-напросто этот крючочек в нити-вдевателе вы сломаете, и он работать перестанет. Еще вот на что обращу ваше внимание. Здесь есть регулятор положения иглы. Крайняя левая, посередине, крайняя правая. Сейчас у меня стоит игла положения посередине. То есть выбрано положение игла посередине, но по сути она не находится напротив прорези в лапке. А когда мы выбираем крайнее правое положение, она смещается чуть правее отверстия в лапке. То есть совсем вправо игла здесь не позиционируется. Весьма ограничены у нее возможности по смещению. Когда игла находится по регулятору в крайнем правом положении, расстояние от края лапки до иглы составляет 8 мм. В среднем положении 10 мм. И в крайнем левом чуть более 11 мм. Почему на это обращаю ваше внимание? Потому что нужно соотнести расстояние от иглы до края лапки с разметкой на игольной пластине. Но, как говорится, красота красотой, а нам главное, чтобы этот агрегат шил хорошо. Давайте проверим некоторые строчки. Педаль стартует плавно и достаточно легко регулируется скорость ногой. Работает машина, конечно, громковата, но не грохочет. Качество строчки на базовых настройках достаточно приличное. Хорошо регулируется длина стежка. Здесь 4 мм, здесь 3 мм и здесь 2 мм. Проверю заодно работу кнопки. Ткань у меня сложена здесь 8 раз. Нажимаю на лапку и закрываю кнопку. Кнопка сейчас утоплена в паз и удерживает лапку в горизонтальном положении. Как только лапка выровняется, перейдя через толщину, кнопка отстегнется. Строчка при прохожении через толщину сохранилась хорошего качества. Машина не мельчила и прошила весь этот пакет материалов, как ни в чем не бывало. Десятью слоями джинсы я ее, конечно, мучить не буду. Я проверю, как на ней работает универсальная трикотажная лапка. Выбираю пилообразную строчку. Длину стежка я поставила на 3 мм, ширину зигзага на 1 мм. Первые несколько стежков я прокручу вручную, потому что лапка все-таки не родная. И нужно проверить, не будет ли игла биться в край лапки. Нет, все нормально. Давайте теперь прошьем с педали. Внешний вид строчки. Это изнанка, это лицо. Получается такой легкий-легкий зигзаг. Видите, эластичность трикотажа сохранена. То есть это эластичная строчка. А значит, на этой машине можно спокойно собирать трикотажные изделия и не бояться, что строчка в процессе эксплуатации лопнет. Также не надо забывать, что у машины в комплекте есть лапка для краеобмёточных строчек. Краеобмёточных строчек у этой модели достаточно много. Надо их просто все протестировать и выбрать ту, внешний вид которой вам больше всего понравится. Для краеобмёточных строчек машина сама выставляет длину стежка по умолчанию. Нам только нужно отрегулировать ширину зигзага, чтобы игла не била в стерженек на этой лапке. С этой лапкой обычный зигзаг по краю выглядит также весьма неплохо. В следующем видео я покажу работу вот с этой лапкой. И мы с вами разберемся в возможностях этой машины по вымётыванию петель. Постаралась вам дать всю информацию по данной модели швейной машины максимально объективно. Если это видео вам понравилось, как всегда я жду ваши лайки и не забывайте писать комментарии. Если вы задумались о приобретении новой швейной техники, рекомендую зайти на сайт СьюКлаб и познакомиться с тем, что там предлагается. Также напоминаю о том, что по промокоду советник20 вы можете приобрести любые товары с этого сайта со скидкой. С вами была Ольга и канал Швейный Советник.